Продолжение следует... 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 и приблизили его для тайной беседы. И по милости своей к нему мы сделали пророком также его брата Харуна. Аляси салям, сурам Мариям, 51-53 аяты. И в этих аятах мы видим, что Аллах спонтально говорит о Мусе, что он избранный и приближенный. Это не зря пришло, что он избранный и приближенный. Аллах спонтально сказал, «Таа, сень мим». Это аят ясного писания. Мы прочтем тебе согласно истине некоторые известия о Мусе и фараоне для верующих людей. Поистине фараон превознесся на земле, то есть возгордился. Он посчитал себя Богом, Валя Забеля. Он сказал, что он самый лучший, что ему должны поклоняться. И Аллах спонтально про это говорит. Он превознесся на земле и разделил ее жителей на части. Что сделал? Как разделил? То есть это люди достойные, это недостойные, это рабы и так далее. Он сам выбирал критерии и сам решал, кто будет достойным, а кто будет недостойным. Так как он решил, что ему принадлежит право миловать, право наказывать и право избранности. Вознамерившись ослабить некоторых из них, он уничтожил их сыновей и оставлял живых женщин. Поистине был одним из тех, кто распространял нечестие. Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками. То есть Аллах спонтально говорит наоборот. Фараон вот так вот сделал, а он говорит наоборот мы сделаем. Мы дадим власть и возвысим тех людей, которые были унижены на земле, сделать их предводителями, значит, главными и наследниками, укрепить их положение на земле и показать фараону, Хаману, его визирью. И говорят, очень плохо был этот визирь, и их воинам то, чего они опасались. Сура Асас, 1-6 аят. Аллах спонтально говорит здесь, в этих аятах, вкратце, ему фасиры Гурана толкуют, что он прочтет своему пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, известие о Мусе согласно истине, как было, как действительно было, как Муса начинал свою деятельность. То есть этот рассказ является правдой, что нельзя сказать про Тору и Писание, так как это есть уже изменение. И почему Аллах спонтально говорит о фараоне? Он проработил их, используя для выполнения самой тяжелой грязной работы. То есть иудеи, хотя на самом деле они в тот момент были лучшие люди на земле, как говорят муфасиры, действительно, почему? Потому что они были единобожники. А человек, который единобожник, он лучший человек на земле. Почему? Потому что они следовали заветам Ибрахима, который оставил заветы Исмаилю и Исхаку, тот оставил Иакубу, тот оставил Юсуфу. И это все иудеи не потеряли. Они все это держали и были единобожниками в тот момент. А фараон и его знат, и его народ, они были мушарками многобожниками. И фараон над ними издевался, сделав их рабами, которые выполняют самую грязную черную работу. И он уничтожал их сыновей и оставлял живых женщин. Поистине был он одним из тех, кто распространял нечесть, Аллах спонтально говорит. Почему он это делал? Потому что от Ибрагима, алейсалям, пришло предание, и я уже сказал, что иудеи держались его крепко, они передавали с поколения в поколение это предание о том, что они освободятся от рабства фараона. И среди них родится мальчик, который станет предводителем, который погубит род фараона и выведет их из рабства. И когда до фараона дошла эта весть, то он пожелал уничтожить всех их мужчин, то есть рождавшихся мальчиков, а женщин оставлял живых, и женщины использовали для работы. Если же у них рождались мальчики, они также были уничтожены. И слова Аллах Фонталя сделаются предводителями и наследниками, означает, что к ним перейдет власть над Египтом, чего опасался фараон. И Аллах Фонталя говорит, мы сделали людей, считавшихся слабыми, иудеи на тот момент были слабыми, наследниками восточных и западных краев земли, которые мы благословили, и сбылось прекрасное слово Твоего Господа о сынах Исраиля, ибо они проявляли терпение. Сюраля Раф, 137 аят. Здесь Аллах Фонталя очень хорошо отзывается о сынах Исраиля, то есть израилевые люди, это иудеи. Почему? Потому что Бану Исраиль, это второе имя, как мы уже говорили, Якуба, который первый совершил хиджру ночью. Арабский Исраиль, перемещение, и поэтому они называются дети совершившего хиджру, Бану Исраиль. Отсюда получил название Израиль. И поэтому Аллах Фонталя говорит, что мы возвысили их и дали им правление и на востоке, и на западе, которые благословили. Почему? Потому что они проявляли терпение, даже в этом аяте для нас поучение, мы должны тоже проявлять терпение, что бы ни случилось, человек должен быть терпелее. И в Аллахе у каждого из нас эта проблема с терпением, все наши беды, только то, что у нас не хватает терпения. Если бы мы запаслись должным образом терпением, многие-многие вопросы, многие вещи, которые случаются с нами, нехорошие удалось бы избежать. Удалось бы избежать, или как-то повернуть в ход другую ситуацию, по-другому решить вопрос, но нехватка терпения, вот это на сегодняшний день лично я вижу, вот беда многих в этом. И у меня самого, я сам всегда говорю, что нехватка терпения, и у многих, многих мусульман, я вижу на сегодняшний день нехватка терпения, как в маленьком, так и в большом. Или же наоборот, на сегодня что мы? Мы можем носить короткие штаны, или борд носить, или что-то, а вот в большом мы не можем. В большом мы Аллаху не подчиняемся, в больших каких-то делах мы не можем, мы уже становимся нетерпеливыми по большому. А вот мелочи мы можем выполнять, Мелочью мы можем, в религии Аллаха мы славы Лас-Монтали также сказал Тогда мы изгнали их, то есть имеется фараон и его люди Из садов, удалили от источников и сокровищ И лишили всех достойных мест Также мы сделали наследниками всего этого сынов Исраиля Сура Швара, 57-59 аят То есть Лас-Монтали сделал наоборот Изгнал одних и возвысил других Тех, которые вчера еще были унижены Поэтому это к нам еще одна мудрость Сегодня кто из нас бывает в таком плачевом состоянии Без денег, обычно сегодня деньгами меряются Человек он достойный или недостойный Или у него положение какое-то нехорошее То Лас-Монтали может тебя с ним очень легко поменять местами Так как поменял фараона и его рабов Фараона унизил, а рабов поднял И также может случиться, что ты сегодня проявляешь в высокомерии Не хочешь общаться с теми, кто ниже тебя Лас-Монтали тебя унизит и поменяет Возвысит тех, кто вчера был ниже тебя А тебя поставит на это место И тогда ты почувствуешь, какое было отношение к ним у тебя И возможно, они будут тебе милостивы Эти поменявшиеся с тобой местами А возможно, они проявят такое же высокомерие И ты будешь унижен И фараон, как мы сказали, уже предпринимал все усилия Для того, чтобы не родился Муса Для того, чтобы Муса не появился на свет Дело дошло даже до того, как говорят муфастеры Что он заставлял мужчин Но это, конечно, из числа египтян И женщин, которые принимали роды Искать беременных женщин Узнавать, когда им предстояло рожать Как только сто какой-то из них женщине родит Если видели, что это мальчик Тут же следовала смертная казнь Этого мальчика убивали И поэтому фараон пытался ослабить Вот таким образом нацию Бану Исраиль Народ, численность его ослабит И Аллах Смантали говорит Когда же он принес им истину от нас Они сказали Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним И оставляйте в живых их женщин Сураммин 25 аят И Аллах Смантали сообщает Вот почему израильтяне говорили Мусе Нам причиняли страдания до того, как ты пришел к нам И после того, как ты к нам явился То есть здесь уже мы видим, как израильтяне, иудеи Выказ недовольства Проявляет в Сагомире выказ недовольства Обвиняем Мусу в своих проблемах Говорят, из-за тебя нас до твоего рождения уже угнетали Потому что искали Мусу И после, как ты пришел, у нас еще больше проблем оказалось Нет, чтобы быть благодарными Аллах Смантали Покорными за то, что он указал прямой путь За то, что он возвысил Они нетерпеливы Вот здесь они уже проявляют нетерпение И вот так мы видим, что фараон приказал убивать Всех лиц мужского пола, то есть мальчиков До рождения Мусы И поэтому, как бы его астрологи Его колдуны говорили О, могущественный фараон Тебе стоит убивать всех мальчиков Рожденных в твоем царстве Из числа Израиля Иначе один из них свергнет и убьет тебя Но, давайте посмотрим Каким образом Аллах Смантали повернул эту ситуацию Вот действительно, когда читаешь такие истории Очень удивительно Машалай, иман верующий укрепляется Иногда бывает так, что ты что-то хочешь сделать И получается, что Аллах Смантали И дает тебе это сделать И заработает еще больше награды И оно возвращается еще к тебе Совершив круг Так же, как и было, когда Несколько сподвижников после боя Были при смерти И стакан воды между ними ходил И знает эту историю Каждый из них передавал другому Несмотря на то, что каждый из них Очень хотел пить А воды не было И стакан так же нетронутый Вернулся к первому из них Который пустил вот так вот Его среди своих товарищей То есть, он заработал награду И стакан все равно пришел к ним Улавливаете, да, смысл? Человек не только воды попил Но еще и заработал огромную награду Что поделился Аллах знает, с каким количеством народа При этом водой И от его воды Ни капли не всякого А что у него еще прибавилось? Еще прибавилось довольство Аллаха И уважение своих соплеменников Но, как указывают муфасиры-историки Через некоторое время Египтяне стали жаловаться фараонов Сами люди стали жаловаться То, что численность народа Израиля Стала уменьшаться И людей для выполнения черной Грязной работы не хватает И они стали бояться Он наш царь, ты их убиваешь сверху А мужчин нам не хватает И ту работу, которую они выполняли Приходится уже выполнять нам И вот таким образом Они довели до его сведений И фараон приказал убивать теперь детей Через год Чередуя через год И сообщается, что Харун, алейхиссалям Родился в тот год Когда младенцев оставляли живых А Муса, алейхиссалям В тот год, когда их убивали То есть Харун родился в год Когда оставляли Никто его не тронул А Муса, именно когда убивали Тогда и он родился Из-за этого именно мать Мусы Испытывала очень сильнейшее беспокойство И опасалась за него С первых дней беременности Но то чудо Аллаха Уже проявляется к Мусе Как я до этого прочитал А это, что он был избранный Аллах Смонатали И приближенный к Аллаху Признаков беременности У матери Мусы не было видно Беременную женщину Каждый из нас видел Определить, может Тут никакого секрета нет Видно ее фигура И так далее Все понятно А тут нет, непонятно Она на самом деле беременна Но так же, как и обычная женщина И поэтому никто не знал Что у нее родился ребенок Никаких признаков ее беременности нет И это показывает о том Аллах Смонатали Заботился о своем избранном Пророке еще до его рождения До его рождения Скрыл беременность у него матерью Давайте посмотрим Как Муса Али Салям Попадает куда? В дом фараону Смотрите, как Аллах Смонатали Поворачивает ситуацию Тот, кто должен уничтожить его Тот, кто должен фактически Лишить его всего Попадает к нему во дворец И забегая вперед Скажу, что воспитываются у него Вкушая какие угодно Я встой Одеваюсь лучше одежды И сам фараон Воспитывает его Как Аллах Сейчас приведем аят Аллах Смонатали говорит Они воспит и не знают Что принесет им этот младенец То есть они думают Что поздно На самом деле Фараону в этом Огромный вред И Аллах Смонатали говорит И мы не спасали матери Мусы в откровении Корми его грудью А когда станешь опасаться за него Брось его в реку Не бойся, не печалься Ибо поистине Мы вернем его тебе То есть Аллах Смонатали дает обещание матери Мы обязательно вернем его тебе И сделаем одним из посланников И подобрал его кто-то Из прислуги семьи фараона Чтобы он стал для них врагом И причиной печали Аллах Смонатали говорит Поистине фараон Хаман И их воины Были грешниками Жена фараона сказала Этот младенец У слада моих И твоих очей Не убивайте же его Может быть он принесет нам пользу Или мы усыновим его И не ведали они Аллах продолжает дальше Что он послужит причиной гибели Са-касас Седьмой девятый аят На этом аяте надо остановиться Для чего? Потому что некоторые Неправильно толкуют Куран И говорят Ну вот и женщине Не может не спослаться откровения Вот аят говорит И Аллах Смонатали говорит Мы не спослали матери Мусы в откровении И тот приходит Корми его грудью Как будто бы Мать Мусы Женщина получала От Аллаха Вахию Откровение И как бы тоже являлась Валяя Звиля Пророчицей Не пророком Пророчицей Тот кто получает От Аллаха Откровение Он получается Пророк Аллаха И вот они говорят Видишь и женщине Тоже может быть Неспослено откровение Ну это заблудчивые Мущерки сегодняшних дней Они вот так преподносят Поэтому и нашим шейхам Может быть откровение И так далее И очень далеко Он начинает заходить В эту тему На самом деле Все очень просто Никакого откровения Матери Мусы Неспослана не было Этот аят Муташаббих И трактует его Другой аят И Аллах Смонатали говорит И Господь Тво Неспослал в откровении Каждый из пчел Одинаковое предложение Но пчела разве может быть Пророком? Не может быть Аллах говорит И Господь Тво Неспослал в откровении Каждый из пчел Устраивая себе Жилище В расщелинах гор В плах деревьев И строение Которое возводят люди А потом вкушает То что добудешь Из всевозможных плодов И смиренно следует Путями Указанным тебе Твоим Господом Исходит из чрева пчел Питье разного цвета Которое приносит Исцеление людям То есть Промет говорит Что в нем шифа Поистине в этом Знамение для людей Размышляющее Суран Нахаль 68-69 аят Мы видим тоже Аллах Смонатали Начинает эти аяты Чего и Господь Не спасла в откровении Каждой из пчел Ну тогда можно сказать Что и пчела Может правоком Аллаха быть Разве это возможно Нет Но фасер как толкует То есть что было внушено Так же как и пчеле Аллах Смонатали Внушил пчеле Внушил пчеле Чтоб она устраивала Свои гнезда В расщелинах гор В дуплах деревьев И те здания Которые строят люди А потом говорит Промет говорит И вкушая из них То что выходит Из их чресел Или из брюшек Которые содержат исцеление Поэтому Тут ответ Вот этим всяким Шейхам Мустазам Сегодняшние дни Что никакого откровения Мать Муса не получала А ей было внушено От Аллаха Что корми его грудью А когда станешь Опасат за него Бросил в реку Человек Иногда получает уверенность Какое-то дело Предстоит ему совершить Нормальный мусульман Читает из тихара А потом к нему приходит Уверенность Что да Вот иншалат Это дело правильно Прям Аллах укрепляет Магим Но это же не значит Что к нему пришло откровение Уах И он стал трогом Нет Просто Аллах смоталя Укрепляет Тех людей Которые близки к нему И так же он укрепил И внушил Матери Мусы И ей пришло на ум Что она не должна Бояться печалить Из-за того Что у нее родился сын Она кормит грудью И что с ним дальше делать И мать Мусы Делала то Что ей было внушено То что ей пришло в голову Мысли от Аллаха Она что делала Она сделала коробку Опускала твоего ребенка Дом матери Мусы Был около реки Нил Опускала твоего ребенка Если кто-то из посторонних приходил И отправляла по воде А к коробке Привязала веревку И конец веревки Она или привязывала Или держала в руке Пока не уходили Эти посторонние люди Тогда она вытаскивала Своего сына И опять продолжала За ним смотреть Но однажды Она опустила В эту коробку Или в других Ревадах сундук В воду И забыла про веревку И таким образом Сундук или коробка Уплыли по реке И эта коробка Проплыла мимо Дворца фараона И подобрал его Кто-то из прислуги Семи фараонов Которого смотали Сообщает нам Чтобы он стал для них Врагом И причиной печали Но тут Муфассири говорят Что когда Вытащили этот сундук Или коробку Это были служанки Они не посмели Открыть его Не посмели открыть А отнесли К жене фараона Асии И показали ей И когда она Открыла эту коробку То увидела в нем Младенца Из которого исходил Нур-свет И она очень сильно Сразу его полюбила Очень сильно полюбила И к ней пришел фараон И увидел Эту младенца Он приказал убить Сразу убейте его Но однако Его жена Защитила его И упросила своего мужа Оставить их живых Сказав Аллах смотали Об этом сообщает Этот младенец У слада моих И твоих очей То есть она говорила У нас нет детей У них не было детей Хотя Исраилят Писание иудеев Говорит о том Что у них была дочь И якобы она нашла Это неправда Аллах смотали Говорит что Жена фараона И она защитила Мусу И сказала Будет у слады Моих и твоих очей И так и вышло Муса Стала причиной По которой Аллах смотали Возвысла эту женщину И мы знаем Что она одна из четырех Которые иншалла Без спроса Войдут в рай И по причине Мусы Аллах смотали Наставила ее на прямой путь И ее пристанище Последнее будет Джанна И она говорила Может быть он принесет нам пользу И действительно В эти слова Польза Польза для нее И для всех людей Была огромная И дальше Аллах смотали Говорит Мы усыновим его Это показывает Далей на то Что у них не было детей И они действительно Установили эту ребенка Давайте посмотрим Как же вернулся Аллах смотали Помните Обещал Ваяти Что мы обязательно Возвратим его к тебе То есть сына Возвратим к матери Хотя она его потеряла Аллах смотали Про это говорит Сердце матери Мусы В котором не осталось Ничего Кроме мысли о сыне Опустело То есть она Только думала о Мусе Алейхисалям Больше ни о чем Думать не могла И она была близка К тому Чтобы открыто Расспрашивать о нем То есть терпение У нее конченный сабр И она уже готова была Не взирая на все опасности Что ее могли за это убить За то что она скрыла сына Могли убить ее сына Она несмотря на это Хотела уже Открыто людей Расспрашивать Не видела ли Вот этого младенца Не может ли он помочь И так далее И была к этому готова Уже была готова Аллах смотали Обговорит И она была близка К тому Чтобы открыто Расспрашивать о нем Если бы мы Аллах смотали Говорит Ну я думаю Тут сидящим И слушающим Не надо объяснять Что мы Приводится это Как уважительная царственная форма Не то что Аллах смотали Это многочисленное число Если бы мы Не укрепили ее сердце Чтобы она осталась В числе верующих То есть Аллах называет И мать Мусы Тоже верующей Исповедующей Единобожией Аллах смотали Укрепил ее сердце И она отказалась От этого своего намерения И осталась в числе Верующих Покорных Аллах смотали Она сказала Сестре Мусы То есть своей дочке Сказала Следуй за ним Когда эта коробка уплыла Она видела Что она уплывает И сказала своей дочке Иди беги Смотри за этой коробкой Но смотри Издали Не приближайся Чтобы не выдать себя Иначе могла пострадать И ее дочь То есть сестра Мусы Следуй за ним И там наблюдала за ним Издали О чем они не знали То есть Что значит не знали Это я толкует То есть люди Когда подобрали Она не подошла к ним Не стала говорить Это мой брат Это мой братишка Давайте посмотрим Нет Она издали наблюдала И людям казалось Как будто она вообще Не интересуется этим вопросом Не проявляла такого ревения Хотя она видела Куда он попал И кто его взял И что с ним дальше происходит И дальше Лос-Монталия говорит И мы запрещали ему брать Грудь любой кормилицы Пока его сестра Которая подошла К тем Кто искал кормилицу Не сказала Не указать ли вам на семью Члены которых будут Заботиться о нем для вас И сердечно к нему относиться Что это значит аят Ну фастер толкует То что Когда жена фараона Взяла этого ребенка И решила усыновить Как-то приводили аят И сказала Своему мужу Что в нем Иншалла будет благо И усла дачей И пользы И решили Надо же ребенок кормить Он плачет Он хочет кушать Ну а Лос-Монталия говорит Мы внушили ему И Муса Алиасалям Хотя очень сильно хотел кушать Он не принимал никого Что ему только не предлагали И какие только женщины К ему не подходили Он не брал Ни одну грудь И тогда это Его сестра Не называя себя Подошла Слышала этот плач Слышала эту проблему Зная об этой проблеме Сказала Не указать ли вам на семью Имея ввиду свою семью Свою собственную мать Члены которых будут Заботиться о нем для вас И сердечно к нему относиться И так Муса вернулся У нее спросили Откуда вот ты знаешь Что вот эта семья Будет относиться хорошо К этому ребенку Ведь он является Приемным сыном Уже фараона Это не шутки То есть царь Жестокий царь Убивает каждый год Которого все боятся Это его приемный сын Естественно все опасаются А сестра тогда Его ответила Я думаю что они Захотят услужить царю Вызвать у него К семье сострадание И получить какую-то Награду от этого И поэтому они будут К нему хорошо относиться Его спонтально говорит Так мы вернули Мусу его матери То есть сын Возвращается матери И родная мать Становится Кормилицей Своего собственного сына Он сохранил жизнь Возвысился Попал в дворец Своему будущему Взлейшему врагу Там укрепился Заслужил такое положение И еще Вернулся к своей матери Смотрите Машала Как Алас Матали Все это дело устроил Ведь он обещал Его матери Что мы обязательно Не печалься Мы обязательно Возвратим его к тебе И сделаем его Из посланников Так оно и вышло Алас Матали говорит Так мы вернули Мусу его матери Чтобы она порадовалась ему Не печалилась И знала Что обещание Аллаха Истина Но в большинстве своем Люди не знают Аллах говорит Все Алас Матали Исиат и Тремя Стоят И здесь хотелось бы Поподробнее Мы сказали Что каждая история Пророкфа Это поучительный рассказ То есть Чтобы мы учились И в этом мы должны знать Я и вчера говорил И сегодня повторю У нас сейчас проблема То что мы знаем Что все от Аллаха приходит Мы знаем Что Аллах может сделать И так И эдак И какое-то Неизбежное дело Которое казалось пропащим Повернуть таким образом Что он начнет расцветать Но почему-то мы Не до конца в этом уверены У нас нет уверенности И мы совершаем Порой такие вещи Которые не поддаются логике Когда спрашиваешь У человека Зачем ты это сделал Почему ты так поступил Не могут ответить Не могут ответить Хотя знает Что их поступок нехороший Вызывает гнев Аллаха И потом Нам самим стыдно За свои же дела И мы просим прощения У Аллаха И вас мотали В этой истории Нам показывает Как он может дела Устроить своего раба Таким образом Что не только Не унизит его Или потеряет что-то Из его имущества А наоборот возвысит И вернется на свое место Если мы будем Такими же стойкими Как вот эта бедная женщина Которая деваться некуда Дошла до того Что отпускала своего сына В плавь по реке А что ей было делать Потому что смерть Фараон сразу бы Убил ее И надо было И ее всех детей И остальных ее мужа Всех бы их убили Только что убить Вот этого ребенка И она была В таком безвыходном положении Но тем не менее Она полагалась На своего Господа Я вас мотали Назвал ее верующей И она была укреплена им Что и нам предстоит делать Как бы ни было тяжко Какие бы ситуации Нам не подходили В первую очередь Надо пропускать Через призму ислама Опять-таки говорят На сегодняшний день Мы элементарных вещей Не можем делать Но от Аллаха Чего-то ждем большого Элементарно К мужчине говоришь Чего у тебя бороды нет Нет не может Он не может Он мучит тебе сидит Не может толком Что-то ответит И не делает А потом он же сидит Это же мелочь Это вообще ничего Если посмотреть Неверующий Полным-полно Художников Какие только Вот примеры Глава Центральной Избирательной комиссии России Вот с такой бородой ходит Как его фамилия Я не помню Не факт важно Ходит чиновник большой Почему он не стесняется А мы своего вида стесняемся Сегодня мусульмане Как будто картошку Почистили для яблока Вот в таком виде видно Это я почему-то постоянно говорю Потому что это элементарно Естественно для мужчины Чтобы он был в таком состоянии И мы увидим Сейчас забегая вперед Скажу что и фараон был с бородой Почему? Потому что оттуда пошла щепелявость мусы Когда муса дергнул его за бороду Начал дергать за бороду Фараон разозлился Фараон разозлился А муса тогда был маленький И он еще раз хотел его убить Тогда он не был щепелявым Мы знаем что муса был щепелявым Это забегая вперед И тогда опять пришла на помощь Жена фараона И сказала Нет-нет он еще не понимает Он еще не понимает Давай его испытаем Поставим финик перед ним И поставим горячий уголь Уголек И посмотришь Он возьмет уголек Потому что у него еще мозги не соображают Поэтому он тебя за бороду дернул И поставили перед ним уголек и финик И он хотел взять финик Но ангел подошел И поправил руку Он поставил этот уголек себе на язык И оттуда пошло щепелявение мусы И оттуда он стал плохо разговаривать Потому что сильно очень глубокая рана Проникла в его язык Вот так еще раз Жена фараона уберегла мусу От смерти от рук своего мужа Но дело в том Что даже фараон был с бородой И даже по причине-то бороды Муса стал щепелявить А на сегодняшний день у нас проблемы Естественно мы превращаем в сверхъестественные Хотя про это даже думать не надо Есть, оставь и все в покое Но сегодняшний день это проблема всех Из-за этого создали такую проблему Хотя на это просто внимание надо обращать Почему? Потому что это так же родилось Это все равно что? Удивляться, у тебя что две руки что ли? Ну да, потому что я такой Я вот человек созданный Аллах Спаратали У меня две руки А у тебя борода что? Ну да, потому что Аллах меня создал так А какой я еще должен быть? Тогда что нам руки подкорачивать что ли? Это то же самое Растет из тела То, что мужчина создан таким А что теперь делать? Но мы и этого не можем сделать Почему? По разным причинам По разным причинам А потом у нас возникают проблемы И много-много таких причин Которые мы не можем объяснить Почему мы делаем так или иначе Хотя даже та же несчастная бедная женщина Мать Мусы Она была стойкой Ведь это очень большая стойка Если подумать Родной ребенок, сын Не можешь воспитывать Отправляешься по реке Бросилась, считай, уплыл Кому-то Отправляешь дочку Знаешь и не можешь забрать При этом надо стиснуть зубы Проявлять терпение Я бы посмотрел на каждого из нас Смог бы он в такой ситуации Проявить выдержку Их ванной крови Или не мог бы Это очень большое испытание Как мы учаем Про Ибрахима Который тоже подвергся Таким испытаниям И все они проходили Но это мужчина Это женщина Это женщина Которая смогла выдержать питание И нам тоже должно быть стыдно Аллах Смонталя говорит Чтобы не печалилась И знала Эта женщина Что обещание Аллаха Истинно Но в большинстве Своем люди не знают В большинстве Своем люди не знают Они принимают На самом деле Не до конца Сознают Что обещание Аллаха Истинно И Аллах Если говорит Что если ты будешь Терпелив Я буду с тобой Я тебе воздам Я тебе преумножу И это будет лучше Для тебя выход Нет Мы ищем другой выход И у нас получают Из-за этого Еще больше проблемы Почему? Потому что Аллах Смонталя Как он говорит Аллах не ведет Неправедных людей Прямым путем Аллах Курани говорит Инна Аллах Поистин Аллах Стерпеливыми Надо проявлять терпение Во всех ситуациях Которые к нам Не спосылаются Тогда Аллах Смонталя Даст нам Достойнейший выход И вот это толкование Аятов приводит Ибн Аббас Муджахид Икрина Саид Ибн Джубай Рабу Байдал Хасан Аль Бас Атада И другие Именно вот так Трактуют эти аяты Как я вам озвучил И Аллах Смонталя Сказал Так мы вернули Мусу его матери Чтобы она порадовалась ему Не печалилась И знала Что обещание Аллаха Истинно Но большинстве Своем люди не знают И Аллах Смонталя Напомнил Мусе Алейхисалям Об этой милости В ту ночь Когда он Разговаривал с ним Напомню Что Муса Это собеседник Аллах Смонталя С кем Аллах Беседовал И Аллах говорит И мы уже оказали тебе Милость в другом случае То есть Говорит Мусе Напоминая Вот этот случай Давным-давно Произошедший При его рождении Когда не спасла ли Твоей матери В откровении То что стало Причиной твоего спасения То есть Внушили твоей матери Правильные мысли Правильные Как поступить И показали ей Выход из положения И дальше она продолжает Положи его в сундук И брось в реку И река вынесет его на берег Где подберет его Мой И его враг Называют фараона Мой Аллах Смонталь И его Мусе Алейхисалям Враг Я даровал тебе Свою любовь Чтобы взрастили Тебя перед оком моим Аллах Смонталь Говорит в Мусе Суратаха 37-39 аят Что значит Как трактует Муфасир Куран Чтобы взрастили Тебя перед глазами Или перед оком моим Это означает То есть Под моим присмотром Будут растить И будет расти Его избранник Его приближенный Его собеседник И будет жить Он в роскоши И будет кормить Его лучшей едой И одевать лучшие одежды И так и вышло Вот так Аллах Смонталь Заботится О приближенных своих рабах И Аллах Смонталь Сказал Твоя сестра Пришла к людям Фараона И сказала Не указать ли вам На того Кто будет заботиться о нем Опять говорит Мусе Напоминая об этом случае Так мы вернули тебя Твоей мати Рассказывая Мусе Вот этот случай Чтобы она порадовалась И больше не печалилась Потом ты убил человека И мы избавили тебя От скорби И подвергли трудному Испытанию Аллах говорит Суратаха 40 аят Давайте посмотрим Как же случилось так Что Муса Несмотря на то Что он праведный раб И приближенный К Аллаху Совершил такой грех Как убийство человека Аллах Смонталь Сказал Когда он достиг Полной зрелости Возмужал То есть стал сильным Молодым человеком И возмужал Достиг какого-то опыта В жизни Мы даровали ему Мудрость и знания Аллах говорит Так воздаем Мы творящим добро Дальше продолжает Аллах Однажды Войдя в город В то время Когда его жители Были невнимательны Так мы стоят Ибн Аббас И другим Уфаси Говорят что Или же Время Зухара Когда занято Полдень отдыхает Или молит Или же время Между Магребом И Айша Вот это время Он увидел Двух человек Дерущихся друг с другом Один был из его народа Другой же Из числа его врагов То есть из египтян И тот кто был Из его народа Попросил Мусу Оказать ему помощь Против того Кто был из числа его врагов Ударив его кулаком Муса покончил с ним С одного удара Он выключил его Убил А потом сказал Это Он сожалел о том Он не хотел его убивать Он просто хотел помочь ему И отогнать того Но не рассчитал своей силы Надо сказать Что Муса был Очень сильный человек И Сначала будем разбирать Историю О камне Который унес его одежду И он так колотил по нему руками Что остались отпечатки Его кулаков на этом камне На камне оставят отпечатки Это как же надо по нему бить Какой силой должен быть человек И дальше Когда будем разбирать Когда он пришел к народу Шуаева Помогал дочерям Праведного человека Там колодец будет И пастухи на этот колодец Квали камень Чтобы не брали воду Другие Без них Десять человек его поднимали А Муса Алиасалим Один его поднял И мы отсюда видим Что он был очень сильный человек Ударив его кулаком Муса покончил с ним А потом сказал Это одно из дел шайтана Поистине он явный враг Водящий человека в заблуждение Это нам с вами насыхают Явный враг Водящий человека в заблуждение Даже с пророками Такое случалось Что шайтан Водил его в заблуждение И Муса про это свидетельствует Это из дел шайтана Он говорит Убийство этого человека Хотя он не планировал Не хотел это совершать И он сказал Господь мой Поистине обидел я самого себя Прости же меня То есть сразу За этим делай толпы Так же и мы должны Делать толпы Если какие бы Неспытания к нам не пришли Бывает так Что мы оступаемся Совершаем грехи Но мы должны прибегать К Аллаху Делать толпы Прибегать к молитве Поистине Аллах Маталия говорит Прибегайте к терпению И молитве за помощью Делать толпы И отстраняться От этого дела Почему? Потому что это Дела шайтана И он простил Аллах Маталия дальше Говорит Ведь он прощающий Милосердный Тогда Муса сказал Господь мой За то что ты оказал Мне милость Я никогда не буду Пособником То есть на стороне Грешников Я никогда не буду Помогать грешников Все о Касас 14-17 аят Ему фастер Трактует этот аят И так То что Когда он возмужал Аллах даровал ему знания То есть исполнилось Ему 40 лет Исполнилось ему 40 лет Когда ему стало Неспосылаться пророчество О чем это говорит То что он похож на кого На пророка Мухаммада Салаллаху алейхи вассалям И в 40 лет И Мусея И пророку Мухаммаду Салаллаху алейхи вассалям Стал в них посылаться пророчество Я почему на это Внимание акцентриваю И потом мы Будем разбирать Как они говорят Что трактуют аят Исторы Вот мы из твоего народа Из числа его Твоих братьев Изберем пророка Подобного тебе Мусея обращается Аллах спонтали И говорит И христиане Говорят это Иса На самом деле Это пророк Мухаммад Мы потом это разберем И докажем И иншаллах Если будет на то воле Аллаха Затем Аллах Где остановился До установленного срока И давайте посмотрим Почему же он убежал Что случилось Ну убил человека Но ведь он же Приемный сын фараона Не будем забывать про это Аллах спонтали Говорит что Египтяне Стали устраивать Заговор против Мусы Знающая верхушка Вот это Стали устраивать заговор И у них появилось подозрение А он сам Не изрельтянин ли Не еврей ли А если он еврей Значит он раб И к нему такое же отношение И он подлежит уничтожению То есть у них Стало появляться сомнение Почему же он Помог этому А не другому И как же это открылось Ведь было два человека Один из чьего народа Другой египтянин Больше никого нет И он убивает Кто же донес фараону И Аллах спонтали Говорит Войдя в город На следующий день Он стал испытывать страх И оздираться Человека убил Естественно у него страх Он нормальный живой человек И он оздирается Смотрит по сторонам Не видел ли кто Не было ли кто свидетелем Не услышал ли про этот случай Как вдруг тот Аллах спонтали Говорит Кто накануне Попросил Мусу помочь Снова познал его на помощь То есть Он опять просит у него помощи И зовет его на помощь Но Муса сказал ему Поистине Ты явно заблуждаешься Когда же все таки Он подумал И решил опять Помочь этому человеку Аллах спонтали Говорит Когда же он решил Схватить того Кто был врагом Им обоим То есть этим израильтянином Этот человек сказал О Муса Разве ты хочешь убить меня Как убил вчера Другого человека Как видно Ты хочешь только Бесчинствовать на земле И не хочешь быть Одним из тех Кто примеряет людей Друг с другом Аллах спонтали Говорит И дальше Аллах спонтали Говорит В это время с окраины города Прибежал один человек И сказал О Муса Знатные люди Замышляют убить тебя Уходи же Поистине Я из тех Кто дает тебе Добрые советы Тогда Муса В страхе покинул город Озираясь по сторонам Он сказал Господь мой Спаси меня от людей Несправедливо Суракасас 18-21 аят И как Аллах спонтали Нам сообщает Муса боялся Что фараону Донесут И знати Которые его окружают Донесут Что он убил человека Защищая Израильтянина Убил египтянина Который является Фактически господином Этого израильтянина Напомню Израильтяни Бану и Сраиль Были рабами Были очень унижены В то время А это египтянин Хозяин Фактически хозяин Бил своего раба А раб дрался с хозяином Это недопустимо А тут помогает Муса кому Он должен помочь Вроде бы хозяину Он помогает рабу И более-то Убивает его господина Это страшный грех Который надо расследовать И пресечь И наказать Чтобы не повторилось Такое дело Вот почему Он зашел в город Со страхом И стал озираться По сторонам И когда этот человек Его позвал Он ему ответил Поистине ты явно Заблуждаешься Но тут мнения Муфастеров расходятся И одни из них говорят Когда же он подошел К этому египтянину Тот сказал О Муса Разве ты хочешь убить меня Как убил вчера Другого человека Как видно Ты хочешь только Бесчинствовать на земле И не хочешь быть Одним из тех Кто примеряет людей Друг с другом Но некоторые толкователи Говорят что эти слова Сказал израильтяин Почему Потому что он же До этого ругал Он сказал поистине Ты явно заблуждаешься И когда он двинулся к ним Хотя он хотел Помочь ему Исходить в египтянину Израильтянин Подумал что он Наоборот хочет Помочь египтянину Против него И сказал вот эти слова Разве ты хочешь убить меня Как убил вчера Другого человека И вот так открылось то Что он убил Вчера другого человека Или же Как говорят другие Муфастеры Это сказал все таки Египтянин Но он подумал Что такая же ситуация Была и вчера И наверняка Тем кто убил Его брат египтянина Являлся Муса Просто он сказал про это Как бы думая об этом И Муса Подтвердила догадку Испугавшись Как бы там не было Аллаханатали лучше знает Аллахалин Но тем не менее Такие версии существуют В любом случае До фараона дошла Весть о том Что это сделал Муса И фараон Отправляет своих людей Чтобы они поевали Мусу Но другой человек Который был Сочувствующим Симпатизировал Мусе Он нашел более краткий путь И нашел первый Мусу И сказал ему А Муса Знатные люди Замышляют убить тебя Уходи же То есть покинь этот город И Аллаханатали говорит Тогда Муса В страхе покинул город В страхе Озираясь по сторонам Это имеется ввиду Что он вышел из города Даже не имея направления Куда идти У него не было Никаких припасов с собой Что же с ним случилось дальше И он прибывает Мадьян Мадьян Где жили люди Народ Клемени Шуайба Аляхи Салям И Аллаханатали про это сказал Направившись в сторону Мадьяна Он сказал Может быть Господь мой Выведет меня на верный путь То есть опять Талакюль Аллах Полагается на Аллах И делает Идет и делает А не просто сидит на месте И когда он добрался До источника воды Мадьяне То увидел там людей Которые поили скот А перед ними Двух женщин Отгонявшихся от водопоя Своё стадо То есть все мужчины Пастухи поят А женщины наоборот Отгоняют От колодцев От водопоя Своих овец И коров И он сказал Почему вы не поите скот Они сказали Мы не можем напоить животных Пока эти пастухи Не уведут свои стада А наш отец Очень стар Тогда он напоил Говорит Аллаханатали Для них скот А потом отошёл в тень И сказал Господь мой Поистине Нуждаюсь я в любом благе Которое ты не спаслёшь мне Всё Асас 22-24 аят Эти аяты Как Муфасир толкует Говорит о том Что его избранный Раб Его собеседник Он покинул город В страхе озираясь Не зная куда идти И так само собой получилось Что Аллаханатали Направил его в Мадьян Мадьян Место Как уже сказал Где проживал народ Швайба И некоторые уляма Говорят Что вот эти две девушки Они были дочерьми Швайба Некоторые говорят Что это не так И поэтому тут Разные мнения существуют Где истина Аллах знает Аллаханатали Иудеи говорят Что этих девушек Было семь Но это является ошибкой Так как Аллаханатали Говорит Что девушек было две И то что они могли Напоить скот Это означает Что мы слабы И наш отец слаб И мы не можем Обеспечить водой Свой скот И тогда Он напоил для них скот И как указывают Я уже сказал Муфасиры Закончив поить скот Пастухи клали На колодец Огромный камень А потом к нему Подходили эти женщины И поили своих овец Оставками в воде То что могли найти Там где-то в щелях Они так и поили А иногда И вообще не могли Напоить А Муса Алиасалям Один поднял этот камень Который поднимали Десять человек И поведитель Правильно Амир Лукменин Омар Мухаттаб Ради Аллахан Он сказал Обычно этот камень Поднимали десять человек Он поднял одну бадью То есть Приподнял его Чего им было достаточно А потом вернулся в тень Ибн Абушаиба Передает этот хадис И этот говорит Что тень Балат Акад То есть Насколько сильный человек В Муса Десять человек камень Ставит А он один Просто берет его И поднимает И Ибн Джайре Передает Что Ибн Масрод Сказал Увидев зеленое дерево Лести которого Трепетали на ветру Муса сказал Господь мой Поистине Нуждаюсь я В любом благе Которое ты не спошлешь Мне Тобарание передает То есть Что это значит Аят Потому что он вышел Без ничего И даже без сандали И кожа на его ступнях Потрескалась И была вся в болячках И он очень хотел есть И нуждался хотя бы Даже в одной финике И говорят что Живот его Прилип к спине И поэтому он говорил Господь мой Поистине Нуждаюсь я В любом благе И он шел Как говорят муфасеры Питаясь Листьями Молодыми листьями Из деревьев И то что мог найти Траву То есть ничего не было Первый раз выходит Из города Человек который прожил Во дворце фараона Всю жизнь ел лучшую пищу Не тот человек Который работал всегда в поле А именно Верхушка знати Положение И вдруг попадает В такую ситуацию И не видит выхода Поэтому он обращается К Аллаху Поистине Нуждаюсь я В любом благе Который ты не спошлешь мне А надо сказать Что он получил Хорошее образование Но образование он получал У них была такая школа У фараона Где обучались дети Всей знати Но она была основа На многобожии А как мы уже говорили Мать его Была единобожницей И Аллах смотрит Что она была верующей И она обучала Сыну единобожию И передавала то Что пришло К народу Израиля От Ибрагима Колено Израилевых Тогда Мусаля Салям Принял это все И хранил секреты Да он обучался в школе Знал поведение Знал науки Но не принимал Их систему многобожию И был единобожником Все пророки Были единобожними Поэтому он обращается Господь мой Поистине нуждаюсь я В любом благе Которое ты не спошлешь мне И эти слова Услышала одна Из вот этих двух женщин Которым он помог Да он смотрел И про это говорит Через некоторое время Одна из них Подошла к нему Стесняясь Это очень важно Стесняясь И сказала Мой отец зовет тебя Чтобы вознаградить За то что ты напоил Для нас скот Возможно это был Шуаип Аляхи Салям Аллах Аля Алим Когда Муса Явился к их отцу И рассказал им Обо всем что с ним Произошло Тот сказал Не бойся Ибо ты спасся От несправедливых людей Что значит То есть ты переселился Это не их территория И здесь тебе Ничего не грозит И одна из них Сказала Продолжает Аллах О отец мой Найми его То есть возьми его На работу Возьми его пастухом Ибо поистине Лучше всего тебе Нанять сильного И достойного Доверия человека Этот старик Сказал Поистине Я хочу женить тебя На одной из двух Этих моих дочерей При условии Что ты наймешься Поступишь ко мне На работу на 8 лет А если останешься На 10 То сделаешь мне одолжение Я не хочу Чрезмерно обременять тебя Аллах Аля Аля Говорит Если пожелает Аллах Ты увидишь Что я отношусь К числу праведных Исходя из этого аята Муфасир говорят Что это был Шуаип Аляхи Салям Муса сказал Мы с тобой договорились Об этом То есть он согласился На предложение Вот этого старца Но какой бы Из названных тобой Сроков я не отработал Да не поступит Со мной несправедливо Аллах поручит И тому Что мы говорим То есть не поступая Несправедливо Аллах светит Нашему договору Суа Касас 25-28 аят И Муфасир Толкует к аяту Как что Когда я Муса отдыхал В тени деревьев И обратился В такую дуа К Аллаху Одна из девушек Услышала это Вернулись к отцу Своему Отцу не понравилось Почему дочери Вернулись так быстро Обычно Он уже не мог Ходить поить И защищать их Но он знал Что пока напоят пастухи Долгое время И потом будет поить Его дочери Нескорое возвращение А тут Они быстро возвращаются И он подумал Что они не напоили скот Бросили и вернулись И за это Он стал ругаться Что же они сделали И тогда Они все Рассказали ему Рассказали ему И тогда Он пригласил его К себе И то что Аллаху смотали приводит Она подошла к нему Со стыдом То есть показывает То что во первых Она была свободной То что ее отец Был из благородных Обучил свою дочь И она была праведной девушкой Вот в таком коротком Одном слое Аллаху смотали описал Ситуацию ее семьи И Аллаху смотали Говорит что Она просит своего отца Чтоб он нанял Мусу алейхисалям Для них работать Пастухом И Омар бен Хаттаб Эдам Аббас Хадиш Урай Каттада Мухаммад бен Исхак И многие другие Ученые Муфасиры И сподвижники Говорили что Когда она сказала это То есть похвалила Мусу и сказала Что он достойный доверия И сильный человек Он спросил ее Откуда тебе это известно Они толковали Таят так В ответ она сказала Он один поднял камень Который могут поднять Десять человек Когда же я пошла Впереди него Смотрите какое обращение С чужой женщиной С чужой девушкой Какой тартиб Какой ахляк У Мусы алейхисалям Насколько он стыдлив Когда же я пошла Впереди него То есть непорядок Правильно Идет молодой мужчина А впереди него молодая женщина Шайтан Всякие мысли может Ну шесть человек который смотрит Мужчине женатому Смотрит на силуэт Молодой красивой девушке Всякие мысли Может влезть к нему в голову Что же дальше происходит Когда же я пошла Впереди него Говорит вот эта праведная девушка Он сказал Оставайся сзади То есть иди сзади меня Не впереди А если я пойду Не той дорогой Побросит передо мной камешек Чтобы я знал как идти Вот как он Эту ситуацию разруливает Чтобы не было Никакой фитнес Никакого действия Шайтана Чтобы между ними не было Он идет впереди Если же он сворачивает Не туда Даже не разговаривает со мной Говорит А брось камешек Чтобы я знал Что мы свернули не туда Таким образом Муса был воспитан Насколько он был стыдлив Насколько он боялся Аллаху Аталии Поэтому Аллах говорит Он был из числа Избранных пророков Приближенных Избранных пророков И Муса женился На этой девушке И прожил у своего теста Десять лет И на это указывает Также хадис Саида Ибн Джубайра Который сказал Один из иудеев Из числа жителей Хиры Спросил меня То есть подвижник Рабя Аллаху Анаху Говорит Спросил меня В течение Какого из двух Упомянутых в Куране Сроков Муса оставался У этого старца То есть Восемь или десять лет Непонятно Я сказал Я узнаю об этом Когда приду К самому знающему мужу Из числа арабов И спрошу его об этом Потом я пришел К Ибн Аббасу А он толковать У Курана Муфасир За него Рок с Аллаху Алихи ва салям Сделал дуа Чтобы он толковал Куран И задал ему этот вопрос Продолжает Саид Ибн Джубайр На что он ответил Он оставался В течение Более долгого И благого срока То есть в течение Не восьми А десяти лет Так как это Более долгий И благой срок Ибо поистине Дальше продолжает Ибн Аббас Когда посланник Аллаха А Муса Посланник Аллаха Тут имеется ввиду Не Мухаммад Саллаху алихи ва салям А Муса И он говорит Ибо поистине Когда посланник Аллаха Говорит что-нибудь Он выполняет это То есть обещает Он обязательно выполняет Муса пообещал Он сказал что Я беру твое предложение Не поступай Само несправедливо И Аллах свидетель То есть он обязательно Это выполнил Передать имаму Аль-Бухари Номе хадиса 2684 Имам Ана-Насаи Номе хадиса 5598 хадис И Аллах Фантали говорит После того как Муса отработал Оговоренный срок То есть прошло 10 лет И двинулся в путь Со своей семьей обратно У него же семья Жена И как Муфасир толкует У него были двое детей И овцы Которые за это время Он заработал Которые стали его собственностью Он увидел огонь Со стороны горы И сказал членам своей семьи Оставайтесь здесь Я увидел огонь Может быть Я принесу вам оттуда Какую-нибудь известили головню Чтобы вы согрелись Когда он подошел туда Со стороны дерева Росшего в благословенном месте На правой стороне долины Раздался голос И ему было сказано О Муса Поистине я Аллах Господь миров Брось свой посох Муса Аль-Ассалям бросил посох И Аллах Фантали говорит дальше Увидев как посох движется Подобно змее Он обратился в бегство Не оглядываясь назад Тогда ему было сказано О Муса Подойди и не бойся Ибо Поистине ты из тех Кто находится в безопасности Аллах Фантали говорит Сунь руку за пазуху То есть за свою одежду И она выйдет белой Аллах продолжает Но не пораженной То есть бывает Белая когда Болезнь у человека Кожа чем-то болеет Бывает язвы Бывает еще какая-то болезнь Аллах тут именно про это говорит Она выйдет белой Но не пораженной Не будет с ней ничего И положи руку на сердце Чтобы избавиться от страха Это два доказательства Твоего Господа Для фараона Его знати Поистине они Нечестивые люди Суракасас 29-32 аяты И как мы же сказали Десять лет прошло С того момента Как пришел Мадьян Муса Аляхи Салян И после этого Он двинулся в путь Намереваясь Повидаться с родными И скучая все-таки По дому И вышли они В путь ночью И сбили с пути Как говорят Муфастеры Это было холодной Темной ночью И не могли они найти Знакомой дороги И Муса С помощью огни Пытался разжечь огонь Но у него Ничего не получалось И вдруг он заметил Вдали огонь Горевший на склоне горы Которая находилась Справа от него И он сказал Членам своей семьи Оставайтесь здесь Я увидел огонь И как говорят Муфастеры Этот огонь Увидел только Муса Почему? Потому что Это не был огонь На самом деле Это был нур Нур от Аллаха Свет И обычно люди Его видеть не могли И увидела его только Муса Поэтому он сказал Членам своей семьи Они могли увидеть Он сказал Оставайтесь Поистине я вижу огонь Я его увидел И пошел разузнать Что же там есть И дальше Аллах Смантали говорит Может быть я принесу вам Оттуда какое-нибудь Известие То есть Или огонь Или узнаю дорогу И так далее И это было повторю Темной холодной ночью Они пытались обогреться Аллах Смантали других Аятах говорит Дошел ли до тебя Рассказ о Мусе Вот увидел он огонь И сказал членам своей семьи Оставайтесь здесь Поистине я увидел огонь И может быть Я принесу вам оттуда Головню То есть угли Или найду у этого огня Верный путь Суратаха 9-10 аят И он действительно Принес им известие Но какое То что он Богоизбранный человек Аллах Смантали избрала его И он посланник Аллаха Он посланник Аллаха И Аллах ему сказал О Муса Поистине я Аллах Господь миров То есть Аллах Напрямую разговаривает Со своим избранником С Мусой Со своим собеседником Другой маят Аллах Смантали говорит Когда он подошел к огню Ему было сказано Благословен тот кто в огне То есть Аллах Смантали Сам про себя говорит Здесь имеется ввиду Как Муфасер говорит Свет Благословен тот кто в свете И те кто вокруг него То есть про ангелов Здесь речь идет Благословен тот кто в огне В свете И те кто вокруг него И приславен Аллах Господь миров Сураннамль Восьмой аят Когда он смотрит Дальше говорит О Муса Поистине я Аллах Всемогущий мудрый И Суратаха Говорится дальше Когда же он подошел к огню Ему было сказано О Муса Поистине я Господь твой Сними же свои сандалии Ибо поистине Ты находишься В священной долине Туа Я избрал тебя Так внимай же тому Что будет неспослан тебе В откровении Здесь Аллах спонтально говорит Что Муса Избранник Аллаха Что он посланник Аллаха Поистине я Аллах И нет достойного поклонения Никого кроме меня Так поклоняйся же мне И твори молитву Чтобы помнить обо мне Поистине Аллах продолжает дальше Настанет час этот Но я скрываю время его То есть час Воскресенье Воздаяние Час расчета Но я скрываю его Наступление от всех И чуть ли не от самого себя Говорит Аллах спонтально Чтобы воздалось каждому За то Ради чего он трудился Поэтому братья К чему вы стремитесь То Аллах спонтально даст Если вы стремитесь к дуне Получение вот этих земных благ Через то что Ненавист на Аллах спонтально Вы это получите В Аллахе Аллах спонтально даст вам дуне Даст вам блага этого мира Но о том свете Ничего кроме огня Ждать не придется Этому человеку Который ищет дуне Если же стремишься К лику Аллаха Аллах спонтально даст тебе И этот дуне И тот мир Как сказал пророк Мухаммад Саллаху алейки вассалям Приводит тирмиз Этот хабист Кто стремится Гневу Аллаха Через довольство людей Он получит И гнев Аллаха И гнев людей Кто стремится К довольству Аллаха Через гнев людей Он получит И довольство Аллаха И довольство людей Поэтому в первую очередь Довольство Аллаха Поэтому Аллах спонтально говорит Чтобы воздалось каждому За то Ради чего он трудился Если ты ради Аллаха Все делаешь Если ты бескорыст искренне в сердце, может быть, не оценят, может быть, не поймут, может быть, будут осуждать, но ты твердо знаешь, что ты на пути Аллаха, ты выполняешь, ты искренне, ты это и получишь. Аллах обещает это, это истина, в этом нет нужды сомневаться. Если же у тебя есть зерно какое-то, каждый из нас сам знает, каждый должен сам фильтровать свое сердце, фильтровать свои намерения и мысли, тогда он получит то, к чему стремится. Абхазмана Талия говорит, мискаль, даже навес горчичного зерна ты получишь, если у тебя было, или же показуха, или же стремление к славе, ты это получишь, но не довольство Аллаха. Если же у тебя было хоть на вот этот мискаль вера искренне, ты опять-таки получишь вознаграждение от Аллаха. Абхазмана Талия продолжает, да не отвратит тебя от веры в час этот тот, кто не верует в него и следует своим страстям, а не тот и погибнешь. Сурат Ага 11.16 стоят. Что он говорит? Мусей говорит, за много тысяч лет до нашего с вами рождения, да не отвратит тебя от веры в час этот, тот, кто не верует в него. На сегодняшний день огромное количество рядом с нами живущих людей, которые считают нас близкими, которые мы считаем близкими, пытаются нас отвратить от этого. Лишь бы мы это оставили, лишь бы мы были подобны им, жили, как они говорят, как все, как говорят, не выпендривись, зачем тебе это надо, что ты выскочка, что ли, тебе больше всех надо, пусть сделают другие. То есть они пытаются нас отвратить от веры в час этот. Почему? Потому что когда человек точно верит, что у него будет воздаяние от Аллаха, будет расчет, он никогда с этого пути не собьется. Когда его вера оставляет, тогда он сбивается с пути. А Лос-Маталя предупреждает, да не отвратит тебя от веры в час этот тот, кто не верует в него и следует своим страстям, называя таких людей. И мы, если последуем за ними, то и мы следуем своим страстям. И многие толкователи Муфасиры Курана говорят, что когда Муса направил в сторону огня, который он увидел, и дошел до него, он остановился в изумлении, поскольку обнаружил, что горит, что зеленый куст. И чем больше пламя, тем зеленее становится этот куст. И он рос справа на западном склоне горы у подножия. На что указано в Куране, где было сказано, тебя не было на западном склоне горы, когда мы открыли в Мусе наше веление. То есть Аллах говорит, и ты не был среди тех, кто присутствовал при этом. Асас 44 аят. И Аллах сматаля даже говорит, Мусе, сними свою обувь, то, что это место благословенное. И Аллах сам почтил его своим присутствием. И потом Аллах сматаля объясняет Мусе, что вот этот мир, эта дуня, этот мир недолговечный. Началом же мира вечного станет час воскресения. И как говорят к Муфасиры, когда Рок Муса, алейхиссалям, пришел, и Аллах говорит, что в твои руки, брось это. И это превратилось в огромную змею с зубами. И Муса очень сильно испугался и убежал. Тогда Аллах сматаля вернул его и говорит, у людей Писания приходит то, что они говорят, Аллах сматаля сказал ему возьми ее за хвост. Возьми ее за хвост. Почему? Потому что, Аллах, мы на это не опираемся, но тем не менее для интереса. Потому что это опасно. Когда змею берешь за хвост, это опасно. И в этот момент она превратилась в палку, в посор. Асо. А в Куране приходит то, что Аллах сматаля сказал Мусе, засунь ей руку в рот. И вот эта огромная змея, Муса поборов свой страх, подчиняясь своему Господу, засовывает руку в рот, и тогда эта змея превращается сразу же в посор. Таким образом Аллах сматаля поддержал и открыл Мусе то, что он является пророком Аллаха. И показал, что еще второе чудо, белая рука. Надо сказать, что мы вчера приводили хадис, кто как ему выглядел, и Муса был смуглым человеком. А потом у него появляется белая рука. И это было знамением для фирауна. Давайте, иншаллах, на этом, наверное, мы сегодня остановимся и продолжим на следующей неделе, когда Мусе попросит Аллаха за своего брата Харуна. И даже эта дуа будет принимать Аллах сматаля из-за Мусы, приняв его дуа, сделать даже его брата пророком. И они вместе отправятся к фараону увещевать. Самого наизлейшего врага Аллаха, Аллах в Уране про это говорит, который говорит, «Ана роббу кумуля аля, я ваш высочайший Господь», как сказал ему фираун. То есть он считал себя Богом. И к нему должен отправиться Муса. Это, если просто представить на сегодняшний день, как это очень сложное задание. Представьте, что вы, вот сейчас вам Аллах сматаля скажет, «Иди президенту и скажи ему, что ты вот такой, секой, третий десятый». Или кто-то скажет, «Что, с ума сошел, что ли? Как я пойду?» И будут сразу сомнения, тревоги и так далее. Хотя пророк Мухаммад сказал, что тот, кто укажет правителю на его ошибки, заблуждения, выведет на прямой путь, и если правитель убьет его при этом, он будет одним из величайших шахидов. Это путь тоже к шахадам. Хотя, конечно, это очень сложное дело, и это дело предстояло выполнить в Мусе. И Аллах сматаля про это сказал, «После этого ты убил человека, и мы испытали тебя трудным испытанием». Вот как раз-таки вот это было трудно для него испытание, идти к фараону, делать ему дауд и призывать его на путь Аллаха. Иншалла, мы на следующую субботу тогда это возьмем. Очень поучительная, очень красочная, очень интересная история Мусы. Я думаю, каждый человек должен обрабатывать и думать эти истории и брать оттуда пользу. Когда ты берешь оттуда пользу, ты тогда укрепляешься в исламе. Ты видишь, как в той или иной ситуации поступали пророки, и твоя вера растет. Если же пропускаешься мимо ушей, дело твое. Аллах сматаля до каждого из вас сидящего донес, хотите вы это или нет, сегодня даже донес эту историю. Но кто-то здесь сидящий возьмет пользу, иншалла, а кто-то скажет, через пять минут он может будет смеяться, веселиться и так далее. И про эту историю через 15 минут у него спросишь, он уже тебе ни слова не повторит. И просто он здесь присутствовал, потому что другие мусульмане здесь присутствовали. Это указывает на то, что люди еще не сознательны. Не сознательны. Элементарные вещи мы не понимаем. То, что Аллах сматаля хочет до нас донести, ведь он нас собрал здесь, несмотря на то, что дождь на улице и плохая погода, может быть. Но это с одной стороны, а с другой стороны это очень хорошая погода. Дождь идет и нуждаются многие в дожде. Но он собрал здесь для чего? Чтобы мы узнали еще что-то о религии Аллаха, чтобы получили пользу. И тот беспечен, кто вот эти знания, кто вот это богатство тратит просто так. Кто не получает пользы, не берет для себя, не использует быту и подобен тому ослу, который везет на себе книги. Он на нем книги есть, но пользы нет. Слушает человек, пользы нет. Почему? Потому что, как говорят ученые, как узнают, берет ли человек пользу или нет, когда он притворяет это все в жизнь, начинает в жизни это все использовать, начинает в жизни использовать, тогда для него используя. И поэтому никто из нас не может сказать, я не слышал, зачем и так далее. Аллах до тебя довел, оказал свою милость и ты должен быть благодарным. Как сказал Муса Али Салям, опять мы берем с его истории, что ты меня возвысил и спас. Я никогда не буду приспешником и защитником несправедливых и гречником. То есть он поклялся Аллаху, что всегда будет на его стороне. И мы должны быть такими же благодарными. А у вас спонтан, сколько милости нам оказывается на сегодняшний день. Алхамду лилля. Многие, многие земли даже в нашей стране не могут этим похвастаться, не могут спокойно пойти в мечеть, не могут исповедовать, не могут вот так спокойно сидеть и обсуждать какие-то темы. Как Муса зашел в город, так же эти люди заходят сегодня в мечеть, озираясь и со страхом. И так же выходят из мечети, озираясь со страхом. Почему? Потому что многих наших братьев и сестер забирают прямо от стен мечеть и увозят, и потом этих многих людей уже не найдешь. И поэтому многие озираясь со страхом, а многие даже и не ходят, чтобы не попадать в такие ситуации. И поэтому То, что у нас есть Мы ходим Мы в любой момент можем прийти Двери всегда открыты Какие-никакие Получаем знания Аль-Хамду-Лля На пути Аллаха Совершенствуемся Единобожники Разве это что-то может быть лучше Это милости За сколько это можно продать За сколько это Это неоценимо То, что Аллах Смотали нам делает Поэтому мы должны быть благодарны Аллаху Вот что именно нас А им такого нет У них такого нет У них испытания много сильнее А у нас нет таких испытаний У нас есть благо от Аллаха Аллах Смотали нам показывает путь И мы сами должны винить себя Если мы не воспользуемся этим Если мы не пойдем по этому пути Проблема в чем? Проблема в нас Аллах тебе показал все Показал путь Сделал тебе место Где ты можешь прийти и собраться Сделал так, что ты спокойно Сюда приходишь Без опасности Без страха Пришел, ушел Сидишь У тебя достойные люди рядом Если ты не берешь пользу оттуда Если ты об этом не задумываешься Почему именно ты А другой твой брат мучится Чем ты лучше его? Что у тебя? Хвост есть, рога есть, крылья есть за спиной Что? Чем ты от него отличаешься? Возможно, он лучше в исламе Ты приходишь безопасно И ты можешь уйти так же безопаснее Твоя семья безопасности А он сегодня лажет спать И не знает Завтра проснется его семья Или не проснется И будет ли они вместе И не будет ли вместе Поэтому мы должны Постоянно Аллах Матали Благодарить за все те блага Которые он нам оказывает И брать пользу из того Что к нам приходит А не быть такими беспечными Завтра может и не наступить К каждому из нас Или же Аллах Матали Как он и говорит В этой же истории Мусе Поменяет нашу ситуацию Здесь будет страх и тревога И не сможем мы делать то Что мы делали еще вчера А те люди которые сегодня унижены Где-то мусульман Пусть Аллах освободит их всех Аллах возвысит их И поменяет нас с ними местами Поэтому братья Будьте благодарными Аллаху Цените то что у вас есть Именно сегодня цените И старайтесь на пути Аллаха Больше сделать хорошего Я прошу чтобы он нас укрепил всех Сделал нас из истинных Сильных мусульман Сильных духом Сильных телом Достойных наших праведных предков Достойных и памяти и чести Чтоб собрал нас под знаменем Пророка Мухаммада Саллаху алейхи вассалям Судный день И завел нас в сады Фердаус Я также прошу чтобы он Унизил и сломал хребет Тем тем кто унижает И порочит мусульман Аминь